Продолжать в Казахстане, в каких случаях и как вы вообще на это смотрите? Я, коллеги, отвечал на этот вопрос. Вообще, решение принимает судебные органы, в том числе Верховный суд, транслировать или не транслировать. Также в этом случае учитывается внимание интересы сторон. То есть, если стороны дают разрешение на трансляцию, только в этом случае судья имеет право дать трансляцию прямую и либо запустить в средства массовой информации. Эта практика широко применяется за рубежом. И вы, как видите, в последнее время в Казахстане тоже по делу ДТП с автобусом в Алмате. И дело Пешимбаева транслируется по интернет-ресурсам. Данная практика, я считаю, правильная. Если стороны, участвующие в процессе, не против, чтобы довести всю информацию до населения, я думаю, данная практика правильная. Ну и раньше как бы СМИ освещали процессы, и тоже по согласованию с судьей, но раньше это не освещалось. Например, на Ютубе не было трансляции. Мы можем считать, что все открытые процессы будут транслироваться дальше на Ютубе? Я так вам на этот вопрос не могу ответить, поскольку это, в первую очередь, судья решает, транслировать или не транслировать. Во-вторых, учитывается мнение сторон, согласны они или не согласны транслировать тот или иной судебный процесс. Поэтому вопрос немножко как бы не к Министерству юстиции, это вопрос больше к Верховному суду. Если это в городском уровне где-то, а к городскому суду нужно ставить этот вопрос. Хотела уточнить по поводу сайта петиции нового государственного...